Всем привет, с вами снова я и очередной обзор вот этой вот прекрасной машины. BMW X1, новая, абсолютно новая, пробег 16 с лишним тысяч. Взял я эту машину сейчас у дилера. Значит, на темный дизайн. Ну, обычная X1, вот такие вот, никакие абсолютно колеса на самом деле, хотя вполне себе симпатичные. В принципе, новая вот эта вот BMW-шская оптика, у нее только спереди в какой-то степени, сзади абсолютно старые обычные фонари. Ну, это второго поколения, у нас когда-то была такая машина, только более богатой комплектации, примерно в период с 2017 по 2018 год, после чего мы поняли, что она нам просто не нужна. Мы продали ее нашему другу, который тоже отъездил на ней несколько лет, после чего взял себе в лизинг, тоже BMW, новую, кредитную, другую, чуть поменьше, не кроссовер, а универсал. Ему кроссовер был не нужен. Значит, вот, здесь опять же довольно-таки, ну, новая оптика, BMW LED. И, да, под капотом, кто здесь под капотом? Типично для BMW, нужно два раза дернуть. Газовые упоры хотя бы. Я недавно снимала обзор на Mitsubishi Eclipse Cross, и поначалу мне показалось, что эта машина лучше ее во всем. Но на самом деле, несмотря на то, что в целом, я считаю, европейский автопром хуже азиатского, американского, например. Тем не менее, конкретно, если сравнить с Mitsubishi и BMW, выиграет BMW. Если сравнивать, например, Volkswagen и Toyota, Toyota порвет Volkswagen как тузик грелку. Вот это я не знаю, почему открыто, к этому я не имею никакого отношения. Так вот, значит, здесь Twin Power Turbo, агрегат BMW. Технические характеристики я должен еще пока что узнать. Здесь ничего не написано. Но, смотрите, Valio Made in Spain на немецкой машине. Ладно, это было сейчас, просто заметим. Да, Valio Made in Spain. Машина собрана в Германии. Машина собрана в Германии, забыл отметить. Вот, изоляция, шумка на Mitsubishi, вроде как ее не было, я не помню. И гейдроупоры. Правда, здесь капот не такой тяжелый, но может быть он в реальности весит столько же. Был вот такие вот плюка. В общем, все технические характеристики я напишу сейчас. Вот, вы должны их видеть на экране, потому что конкретно этой машины, я их не знаю, в этой комплектации. Мне их не сказали. Мне сказали только цену на эту машину и то, что она новая. Прогибается она же нормально, это не Камри все же. Вот, в общем, цена. Цену я скажу немножко похоже, иначе вы просто выключите это видео, не будете смотреть. А мне это нужно. Мне нужно, чтобы меня смотрели. Значит, переместимся в салон. Да, поворотник в зеркале. Это нормально, сегодня даже Лада это имеет. Салон. Начнем с пассажирского места, так как мы уже здесь находимся. Никаких электрорегулировок на этой машине за, я потом скажу, сколько вы, естественно, не получите. Фиг вам называется. Значит, сиденья из довольно-таки недорогой и не очень удобной ткани. Они мягкие, но на солнце спине просто невыносимо здесь сидеть. То есть, реально они могли бы за, ну вот, довольно-таки немаленькие, естественно, деньги делать получше. В Mitsubishi Clips Cross была эко-кожа и ткань. Да, конечно же, бардачок. Очень приятно оделанный, с микролифтом. А не такой типа, надшибись. Разве что здесь очень большой зазор, и он вот так вот ходит ходуном, но думаю, что нам ко всем этим, на этом нужно привыкнуть. Значит, что здесь есть из удобств? По сути, на водительском месте то же самое. Вот, ну, руль разве что. Новый руль, новая машина, пробег 16 с лишним тысяч, но выглядит он, ну, почти как на нашей, которая от 2011 года выпуска имеет пробег по 200 тысяч. Но не суть. Здесь есть еще дисковод, в общем, сюда можно вставить диск, солидно. Сегодня мало кто может этим похвастаться. Ну, а по сути, в основном, обычный салон X1. Первый новый экран, который вот так вот шатается, его, по сути, можно вырвать легко. Но Mitsubishi он держался крепко. Ну, японское качество, это ни с чем не сравнится, на самом деле. Селектор передач. Коробки. Ну, собственно говоря, отделано все. Качество довольно-таки среднее. Здесь никакого микролифта. А, вот так вот это закрывается. Да. Подлокотник отделанной кожей, я думаю, что не настоящий. Хотя, не знаю, не знаю, значит, на ощущение какая-то кожа, но я не знаю. В общем, открывается он вот так вот. Mitsubishi он закрывался вот так вот, медленно, с таким вот благородным щелчком. Здесь же, что в переводе с немецкого значит, дай мне деньги и ничего не спрашивай. Но его можно убрать. Я думаю, если открыть его сзади вот так вот, будет столик. Но, нет, не будет вам столика. Вам будет, сейчас ставлю этот момент из простокласса. Фиг вам! Ну, так сидеть удобно. Место над головой предостаточно, что спереди, что сзади. С моим ростом метр восемь ездит сзади. Редко в каких машинах есть много места над головой. Я вообще, реально, башкой нигде ничего не касаюсь. Только подлокотника. Господи, подголовника, ё-моё. Это плюс. Это плюс X1. В этом плане не понимаю, зачем нужно брать их вторую. По дизайну она более спортивная, но не более того. Интерьер абсолютно то же самое. Зачем и переплачивать нужно. Зачем брать их вторую, я не понимаю. Если можно взять X1. Которая, как по мне, лучше. Сзади. Сижу сам за собой. Возможно, здесь мало места. Кармашки. Полсетки. Недорогой. Опять же, места. Ну, вот так. Очень много. Вот так вот. Это прям комплимент. Я могу даже вытянуться. Всё равно места достаточно. Из удобств. Подсветка, кстати, подсветка есть. И спереди. Вот там вот. Её сейчас, увы, не видно. Возможно, смогу снять ночью и показать. И вот здесь вот тоже есть подсветка салона. Синяя, L1. Диодная. Я не смог в настройках найти, как её управлять. Но тем не менее, да. Качество среднее. Хрустит. Скрипит. Вроде как жесткое. Вроде как... Ну, оно мягкое, но... Потому что просто тонкий пластик. Весь пререзиненный. Здесь всё из ткани такой вот. Как будто бы бабушки... Ну, как будто бы офисный стул, кстати. Из удобств. Здесь ничего, кроме такого подлокотника, дешёвенького, вы не увидите. Собственно говоря, всё. Мышь вам ничего здесь не положено. За 46 тысяч долларов. У меня сейчас с тобой нету, но вы представьте себе вот это деньги. Вы приходите к дилеру, давите ему 46 тысяч долларов и получаете это. При этом вы, возможно, знаете, что существует китайский, корейский, хотя бы корейский автопром. Что меня здесь также очень удивило, чего в Митсубиши я не нашёл. Электропривод багажника. Э, вуаля. При этом смотрите, как он отделал. Вот такой вот органайзер. Вот такая вот ниша, вот такая вот сетка, которую можно и убрать. Прикуриватель сзади. Вот так вот. Всё добро по-людски сделано. В отличие от Митсубиши. То есть, без какого-то консервативного, а именно с качеством. Хотел по привычке дёрнуть вниз, но нет. Что здесь отличается без ключеводов, тут здесь есть. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что машина сама закрывается. Мне кажется, нужно нажимать на кнопку на ключе. Хотя я не знаю. Почему меня? Потому что здесь нету кнопки, как на Митсубиши. И если я отхожу от машины, она не закрывается. Я сейчас отошёл далеко. Оператор стоит. Машина не закрылась. Машина не закрылась. Так что не знаю. Не знаю. Ну, это водительское сидение. Здесь, естественно, тоже, опять же, никаких электроприводов нет. Здесь лифт сидения. Проволока, которая очень неудобно, на самом деле, сделана. Неудобной формы. Которую можно поменять. Вот, и регулировка спинки. Вот так вот здесь сзади сделана. Лучше уж я сейчас возьму камеру вот так вот здесь. В общем, не очень удобно. Поначалу долго пришлось искать. Я вот тянул вот за эту вот штукой. Вот, кувыркался и думал, что это у меня резко тут? Не, это самое. Моя спинка не регулируется. Оказывается, я просто что-то не так сделал. Вот. Я также не знаю, с полным приводом это машина или нет. Я знаю, что их с первой бывает и с передним. Вот сейчас вот вы увидите, какой здесь привод. Передний или полный. Вот. Также, что я сделал в прошлом видео, которое я никогда на YouTube не выгружу. Здесь можно открыть багажник. В принципе, он просто откроется. Смысла нет показывать. Ручка все вот так вот шатается. Машина сама по себе скрипит. Я, когда при съемке первого видео вышла из заднего ряда, скрипела. Открыл дверь, тоже скрипела. То есть все здесь скрипит. Нажимаем на кнопку. Приборка не цифровая, она аналоговая, но сделана под цифровую. В общем, вот. Сколько здесь километров? Да, через 20... А, 2300 километров ТО. Вот такой вот пробег. Ну. В общем, вот. Конечно, по сравнению с Mitsubishi мультимедийный экран, конечно, по качеству хуже. Но картинка в 100 раз лучше и сам вообще вот все. И навигатор. Это просто небо и земля по сравнению с Mitsubishi, где стоит самый, наверное, ужасный, который только вообще можно. И опять же, чтобы убедились, вот видите стрелку? Вот видите эту линию? Это стрелка. Приборка здесь не цифровая. Mitsubishi, кстати, тоже. Вот. Сейчас возьму свою сумку. В общем, итоговый вердикт. Итоговый вердикт. Мне эта машина понравилась. Мне эта машина понравилась. Но я считаю, что 46 тысяч долларов за нее много. И я посмотрел, действительно, она столько стоит. 26 тысяч, ну это было бы слишком идеально, хотя бы 36. За 36 тысяч долларов, конечно, все равно мы бы все придрались. Но нужно понимать, что это BMW. И есть причина, почему BMW столько стоит. Даже если на первый взгляд покажется, что нет. Нет, но поверьте, на первый взгляд покажется, как ума фига BMW столько стоит. На самом деле, BMW это не просто бренд, это подход к мелким деталям, который может быть незамечен сразу. Но все равно 46 тысяч многовато. Многовато. Также я спросил. Это не миф, что действительно нужно будет скоро доплачивать за такие опции, как, например, подогрев сидений, например. Каждый месяц или каждый год. Это не миф. Через два года такое будет в BMW едва ли не везде. В Корее это уже сейчас. На корейских BMW. Спасибо за просмотр. Я бы эту машину согласился бы оставить. Я бы ее купил бы. Я готов был бы ее купить. Но она не продается. Эта машина сервисная. В общем, спасибо за просмотр. Пока. А теперь эксклюзивный контент. Я буду управлять этой машиной на ваших глазах. Пристегнемся. Заодно, так сказать, в конце оценю ощущения от управления. Включу меня здесь. Добрый путь так. Отрегулирую немножко. Все же я во время съемки отрегулировал. В общем, вот. Да? Управляется лучше, чем Mitsubishi. Хотя Mitsubishi управляется классно. Тут у меня достаточно. Но управляется она классно. Тут ничего не скажешь. Рулежка, BMW. BMW это искусство. Это искусство. Вот. Рулежка. Одной рукой в основном левой. Хотя иногда и правой. Но, блин. Рулежка. Очередной раз. Я как-то в прошлый раз не заметил. Сейчас иду. Блин. Ну, рулежка реально классная. Газу поддаю. Есть Head-Up Display. Вот. Только тормозит она. R. Есть камера заднего вида. Интересно, что мне сейчас нужно сделать. На этой парковке, на этой машине я паркуюсь впервые. А, я здесь прекрасно в принципе. Что же она тормозит-то так? Здесь я не знаю. У меня есть место? Есть. Маленькая машина, все же удобно. Она компактная. Извините, у меня не очень много опыта за рулем. Мне немного. Нет? Что же она тормозит? Ну, тормозит хорошо, но слишком хорошо. Видите? Я не знаю, как я припарковался.